итак следующую партию я играл черными играл против так играл против перворазрядника опять виктора слепенко и соответственно у меня здесь красиво наказали после этого я перестал можно так сказать играть этот вариант хотя некоторое время еще пытался и так я знал что соперник играет испанскую партию и подготовил контратаку маршала е4 е5 и конь f3 конь c6 интересно потому что это интересная тема да да здесь у меня выигранная позиция была но я как обычно все испортил да значит слон b5 a6 слон a4 конь f6 для зрителей напомню соответственно что мы сейчас с вами смотрим именно партии не какие-то там rapid или прочее а именно партии с классическим контролем то есть это партии которые я играл довольно таки с длинным контролем именно с классическим то есть сидел вот так вот размышлял считал варианты но это на местном уровне то есть это не на уровне фиде поэтому у меня рейтинга фиде и нет и так рокировка слон е7 водя е1 b5 слон b3 рокировка c3 ну и вот она соответственно d5 е.д. конь бьет d5 вот так жертвуется пешкой на конь бьет и 5 водя бьет и 5 c6 d4 и там потом фонда 6 идей ферзь h4 да это все теория водя я один ферзь h4 g3 ферзь h3 ферзь d3 слоны в 5 ферзь f3 водя а е8 дала четко играть белыми потому что можно конкретно влететь до сон d2 сон d2 вот я движок сейчас не буду включать но я помню что здесь я получил очень сильную позицию на самом деле то есть даже здесь даже какой-то любопытный ход был я уже не помню какой же здесь ход был а какой-то конь f4 вот здесь такой был удар а с какой идеей конь е2 а конь е2 слон е4 идея нет гадишь по забьешь заберешь конь е2 слоне едва логи конкретно сейчас он же 4 грозит и брать нечем слоном брать нельзя потому что висит ладья пешка и брать нельзя потому что ферзь он же 4 а если он же 4 ферзь h1 конь е2 даже не конь е2 ладья бьет е1 слон бьет е1 конь е2 мат да уже тогда мат вот этот ход я не увидел красивый а за пешкой еще раз смысле пешкой пешкой ферзь висит пешкой ферзь висит все да 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 погоди а че еще можно придумать да ну ничего вот он ты делал что здесь я уже практически выигрывал как от сон же 4 защищаться ну коня 3 только единственный какой-то ход коня развит чтобы держать но сон же 4 собственно грозит мат сейчас под боем еще ну да ну ферзь c6 еще какой-то есть ход но здесь качество можно как минимум выиграть правда там сон висит хотя нет дожди как там сон висит слон не висит там же будет сон f3 есть ну да смотри побился бьешь воде я бью на е2 так 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 и сон f3 да все конец моментальная кончина то есть ну вот такой вот момент был проскочил я сыграл слон g4 сразу конь f4 был очень сильно именно вот потому что после слон g4 нашелся ход ферзь g2 видишь а конь f4 был сильно значит ферзь h5 конь a3 слон h3 ну сильнее было наверно сыграть слон f3 вот здесь вместо хода слон h3 сыграть слон f3 опять же с какой идеей что на ферзь h3 опять же ход конь f4 следует я еще одна идея была кстати да и назад назад вход так давай не туда нажимаешь что ли что-то он не хочет назад коня ферзь h3 да нет же слоны да ё-моё ну слон f3 так ну слон f3 как ты пошел белыми ферзь f1 это единственный ферзь f1 да ну вот двигай ну есть такая а нет я хотел просто черновик показать какая-то идея ладья е6 ферзь h2 корр h2 ладья а6 там ферзь h3 будет я такой черновик идея там еще слон на поле d2 а там еще слон да 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 не проходит никак ну в общем здесь опять же вот было сильно то есть не слон h3 а слон f3 на ферзь f1 опять же конь f4 сильно давать нельзя пешкой там мат идет но только слоном брать только сон образ пешкой ферзь g4 конец да слоном брать а я возьму слон ну да берешь слоном и получается вот такая вот острая игра здесь кстати здесь слон е2 грозит еще сон е2 слоны f3 но в общем опять же все это марш его поехали дальше коня 3 слон h3 ферзь h1 слон g4 здесь я угрожу слоны f3 ферзь g2 опять не поздно было сыграть слон f3 и конь f4 здесь я думал ничью сделаю но он сыграл слон d1 сильный ход нашел он ничего не захотел значит водя бьет е1 слон бьет е1 ферзь f5 ферзь f3 ферзь е6 ферзь е2 он все поистает да ферзь d7 ну пришлось уходить конь c2 водя е8 ферзь f3 ферзь е6 слон d2 слон f5 конь е3 слон е4 ферзь g4 f5 ферзь h3 ну кажется что у черных вообще хорошая позиция да активная активная очень да ну смотри как я ее быстро про фукал ферзь f6 слон b3 король h8 водя е1 ферзь g6 конь бьет d5 cd слон d1 и угрожает ход f3 очень неприятный слон на поле е4 оказался вы ему некого на d3 потом удался д3 да пойдет непонятно водяй f8 я сыграл f3 здесь правильно опять же был играть слон b1 как ни странно а сыграл слон d3 водя е3 ну теперь слон b1 ну теперь слон b1 да а вот и f4 сыграл и зевнул f4 вроде бы кажется ход логичный защищаем слона на поле d3 но тактику зевнул красивый водя е6 как красиво двойной удар и вадя f6 водя бьет d6 там моток идет да я ток вот такой вот моток идет но вот это я зевнул и здесь я сдался а партия могла быть хороший как шурши поменьше так ну что едем дальше да смотрим дальше следующую партию следующие д так следующую я играл так как проиграл играл с второразрядником по моему белыми до белыми ну или со слабым перворазрядником ну скорее со второразрядником значит е4 е5 конь f3 d6 d4 еd комбьет d4 конь f6 конь c3 слон е7 защита филидора а дать филидора слон е3 рокировка f3 h6 ферз d2 конь c6 3 0 слон е6 g4 конь d7 конь f5 ну здесь я просто на соперника налетел как коршун конь е5 слон е2 конь c4 слон бьет c4 слон бьет c4 конь d5 слон f6 h4 потихонечку накатываешь да слон бьет d5 значит ед конь е5 ферзь g2 угрожает g5 и на f3 защитил да тоже весело да конь c4 слон d4 надо уничтожить чернопольного защитника здесь он сыграл слон е5 слон бьет е5 де ферзь е2 конь b5 b3 конь d6 ферзь бьет е5 конь бьет f5 ферзь бьет f5 но получилось такое окончание где у белых лишняя пешка и пешка c отсталая ученых до пешка цена сам ганжу здесь атака на короля идет ферзь е7 водя е1 ферзь а3 шах король b1 ферзь d6 g5 вот собственно уже началось вскрытие да идет значит ферзь g6 соперник сыграл думая что ему поможет размен ферзей ну я здесь разменялся ферзь бьет g6 fg здесь я кое-что посчитал же аж аж водя е7 теперь что-то не делал 3 то на c7 и там 2 поедет да воде ну да если воде f7 то просто 2 водя и водя и на е1 захожу так водятся 8 водя же 1 водя бьет f3 а как а иначе что делать-то после водя же один король отрезанный может как-то уплотнется король аж 8 водя живусь а там c7 там везде висит все уже тут ну тут короче получилось так что здесь я все съел и вот здесь самое интересное смотри вот здесь после водяев 8 я сыграл водя 6 8 а почему не взял что мне как говорится мешало я не знаю опять какое-то затмение да я так и думал что так но это значит это такие затмения бывают и у карлсона помощь карлсон тоже мат в три хода не ставил то есть я сыграл водя 6 8 король f7 и просто перешел не в пи не в пешечное окончание здесь мне показалось что пешное окончание опасно потому что король близко к моей к пешке h4 подходит а пешка д пока тебя никуда не идет типа да ну да хотя там c4 c4 c5 да наверное скорее всего тоже выиграно ну не знаю скорее всего выиграно тоже но я не стал даже париться я просто забрал на c7 влез на обжорный ряд и после чего просто-напросто у меня пешка d решил исход партии потому что ее никак водя не задерживает ну и здесь он сдался после король е2 ну шаг надо обязательно дать предсмерть ну да это как всегда ну в общем вот такая вот получилась партия мы может сегодня даже кстати больше партии получится у нас захватить потому что мы как-то быстро вот эту партию рассмотрели а кстати погоди я вспомнил историю насчет шаха это матч этот чигурин стенец помнишь водой из партии чигурин стал безнадежно это не приводка на самом деле я не помню какая партия из какого матча их него и безнадежно он хотел уже сдаваться но решил дать шаг и там стенец ошибся и ну не туда пошел и проиграл стенец как это партия вот не помню какой-то какой-то беспредел в чате творится непонятно тут никита романовский устроил с срач с антоном кордиком пусть в партии кто-нибудь напишут кто-нибудь помнит это партия вот эта история вот это вот стенец чигурин был матч у вас так отдал шаг давно хотел дать шаг издаться а стенец неправильно ответил и в итоге не выиграл ну да что за партия было ты не знаешь такую не помню история очень известная блин не могу вспомнить так духа ну хорошо так все давайте перестанем всякую фигню писать на стриме иначе просто что-то у нас модеров сегодня нет видишь сегодня у нас пятница довольно таки такая какая-то нетипичная вконтакте тишина тут тоже тишина ну ладно поехали дальше так так и следующую я играл так 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 а ну следующий это просто гигантская партия одна из моих лучших наверное вот этой партии можно много времени посвятить партии очень длинная и за интересное ну и вот насчет той партии вот типа ваш шаг издался значит все таки полезно сделать предсмертный шаг всякое бывает ну конечно да соперник может ошибиться и так здорово дуэт да здорово александр кононов привет да это гигант партии вот не видите на татса а я вижу там дофига будет мы успеем а хотя у нас полчаса да еще время 23 06 да ну что поехали играл я против перворазрядника того самого которому я пожертвовал ферзя помните ферзь c8 шаг такой вот она просто отдал ферзя в один ход советую пересмотреть эту партию там шикарную жертву ферзя даже я запомнил ее это меня на всю жизнь запомнилось это комбинация олега соломахи она четко да но здесь красивая была очень комбинация посмотрите сложная партия получилось c4 е5 конь c3 конь c6 конь f3 g6 d3 слон g7 слон d2 d6 g3 f5 английское начало у нас слон g2 конь f6 ферзь c2 рокировка а3 а5 рокировка h6 б3 начала да да б3 водя е8 водя b1 слон е6 е3 ферзь d7 b4 но белые как говорится как обычно проводят личный план да он стандартный в этой позиции абсолютно да значит а б а б король h7 б5 конь d8 водя 1 водя бьет а1 водя бьет а1 водя бьет а1 е4 ну черные вот прорываются конь е1 d5 ну потихонечку да c5 ед ферзь бьет d3 конь е4 и конь прекрасно встал на поле е4 давид слон с поле же 7 также по привет да ну в общем посмеялись теперь остается задонатить 100 рублей спасибо так сейчас давайте прочитаем что это было там 100 рублей тоже будет забавный скинти так артур написал привет да привет и соответственно мы с вами посмотрели красивые как говорится представление от шахмат канала за 100 рублей тоже кстати интересно рекомендую так ну что ж конь е4 даже романовский офигел на своем бьет е4 f е у меня у меня он кати просто валяется на диване со смеху у меня чуть стакан с водой не упал я испугался так ну хорошо повеселились поехали дальше ферзь b1 водя их 8 кати супер гифка да спасибо я старался как это сделать смешно надеюсь и евгений не сильно на меня осерчает тем больше за 100 рублей я говорю ждет вас моя уже гифка тоже смешная сразу сразу и так водя их 8 переключаюсь на борьбу вот эту партию я провел очень сильно мне очень понравилась вот эта партия четко и цельно конечно где-то мог сильнее сыграть но финальную комбинацию я четко провел смотри дим красиво водяев 8 перехожу на борьбу по открытой линии f то есть мы видим что все фигуры белых давайте их обозначим красным все они отдалились от защиты короля короля фактически защищает один единственный конь на поле е1 правильно на самом деле белые довольно таки легко могут весь укрепиться смотри схема какой-нибудь конь g2 ферзь f1 ладья тоже как-нибудь поближе конь d1 ну не думаю что еще так далеко еще что-то можно ну да ну вот смотри что он сделал он сыграл ладья а3 убирая из подсвязки коня с поля c3 понятно и ферзь f7 получил а это хотел конь g2 и прибить там путем ферзь e1 здесь можно конь d1 конечно было играть но тут уже все равно плохая позиция он и сыграл f4 еф угрожает как мы видим и в 2 шах король f2 вот таким образом черные белые вернее скинули пешку и соответственно взяли под контроль вот это вот блокадное поле здесь конечно надо было d4 рвать начинать слон ферзь f5 ферзь b4 c6 ферзь f4 ферзь e6 между тем в чате какая-то адская непонятная хрень происходит да давай короче мы это сейчас а романовского нож выкинуть что-то могу из-за него вот это странные непонятные сейчас у нас видишь модератора все не к сожалению нет модераторы сегодня у нас спят я всегда где романском к нибудь хрень непонятный срач ну так не он первый начал там где он там и царь будут вывод он не он еще и не имеет никакого отношения к фениксу кстати что ну давай до свидания соответственно выписываем волшебный кек пока временно мы добрые люди мы временно исключаем на 300 секунд так ну да 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 смотри вот знаешь почему я сыграл ферзь e6 вот здесь можно конечно конья 6 сыграть мне здесь какой-то ход не нравился ферзь d6 и белый как-то начинает поддавливать хотя мне кажется здесь у черных тоже все равно большой перевес раз я д4 там вставлю какую ну да ну смотри что получилось дальше я игра очень осторожно ферзь e6 ферзь d6 но там собственно туда и залез ферзь e8 bc bc водя 8 ну кажется что черные пока временно видно что что-то не то сделал за зажались как говорится ферзь d7 ферзь бьет д7 слом бьет д7 ну вот это не то совсем а почему ли кони е6 нельзя было там будет d4 вставил но было не ну я говорю это было бы да сильнее конь е6 значит конь a5 d4 конь d3 слон f5 сейчас здесь можно долго перематывать здесь длинная такая борьба черные значит пытаются цепляться к пешкам белые точно также хотят пешку на поле c6 есть нотком бьет d4 конь d7 слон g7 слон c3 так король g8 слон d2 конь f5 слон е3 конь а вот она комбинация началась то есть смотрите ходом конь f5 угрожает слон d4 шах и а ну там да там ну и дальше там будет ай-яй-яй там неприятно вот и вот соответственно пошла комбинашка слон е3 конь бьет е3 король бьет е3 слон d4 шах два слона просто-напросто под боем и я не одного бать песка ферзи идет и не брать нельзя потому что все равно идет или да так ну да 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 песка идет то есть вот такая вот симпатичный ударчик король бьет d4 f2 конь f6 шах король f7 комбит е4 f1 ферзь ну кстати еще два коня еще два коня еще музыка да и пешка на c6 забирается да и дальше длинная длинная реализация то есть ферзем шахуем залезаем вот уже пешка на поле h2 упала опять шахуем но не так чтобы он так легко выиграли или нелегко нелегко кони прыгают но мы видим что короля тесняем значит так 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 тут я маневрирую h5 так же 4 вот нельзя там кони висит на сюда и вот здесь конечно же надо было же три играть я же здесь ошибся и сыграл ферзь бьет h6 ну там уже цепот был дикий просто значит комед же 4 с подвязать с подвязать коня у сейчас коней конь g4 ферзь g5 на d3 висит конь там кони в 2 просто и все а я на c5 заберу заберешь да ну ферзь против двух коней она собственно точно точно также и получится да так и было ферзь c6 шах король g3 кстати вот здесь вот если мы включим движок ну и мы просто не можем с вами физически сейчас включить движок потому что нас просто все зависит я эту партию смотрел с движком здесь ферзь c6 шах который я сделал ход единственный ход который выигрывает партию то есть все остальное вообще просто ничья по налимову но как два коня как-то больше выигрывать вот ферзь c6 единственный ход король g3 ферзь c7 шах тоже единственный ход и после конь g5 здесь у соперника упал флаг как ты будешь выиграть против двух коней постепенно оттеснять короля на шахах ферзем и королем это сложно мне кажется проблема будет цивилизации проблема будет цивилизации но из-за того что он долго думал сам сам понимаешь против ферзя играть двумя конями тут надо же что это считать все эти двойные удары и прочее просто конями друг друга защитила королем ходишь вокруг коней в общем вот такой вот получилось интересная партия который я сыграл соответственно в 2005 году кто-то в чате тут пишет что без пешек два коня легкая ничья далеко нет далеко нет сложные позиции сложные позиции да это тоже самое как и ферзь против ладьи так ну что и посмотрим наверно еще одну партию успеем я думаю что в таком темпе мы с вами быстро все это успеем сделать так играл я получается так это у нас уже получается следующий этап уже то есть третий этап кубка города 2005 года мы с вами видите как быстро партии смотрим игровая опять против девочки против опять той же самой наташи ервашовой у которой слабый первый разряд ну здесь конечно интересная партия такая получилась е4 е5 конь f3 конь c6 солнце 4 конечно же итальянская партия а 6 у кота а 6 ход новичка но то они почему-то всегда вот такую вот штуку играли боялись коня на g5 да и d4 и того белых хорошо так d4 d6 рокировка слон е7 конь c3 конь f6 h3 рокировка слон е3 водя е8 d5 закрываю центр конь а5 слон d3 угрожать b4 значит b6 b4 конь b7 ферзь d2 слон f8 конь h2 а5 а3 слон d7 f4 скрываю а б а б еф слон бьет f4 ферзь е7 водя е1 c5 c5 конь b5 сиди конь c7 я тоже хотел предложить что будет на ферзь d8 ферзь f2 водя а4 е5 попер как говорится на прорыв данную опасно быть да тут и на f6 и все но что что она сделала еще хуже конь h7 слон бьет h6 типичный удар который помнишь мне другой перворазрядник нанес только конем брать нельзя потому что ферзь бьет f7 и ферзь бьет h7 мат значит ферзь е7 она это увидела ед ферзь f6 слон бьет h7 шах король бьет h7 ферзь бьет f6 gf водя бьет е8 слон бьет е8 слон бьет f8 в результате вот этой всей разменной комбинации слон бьет b5 водя бьет f6 смотри какая длинная разгрузочная можно сказать произошла комбинация я только материал то ученых меньше остается король g8 bc здесь я здесь я очень любопытно сыграл там c6 да c6 я вот это посчитал ну и там пешки проходят то есть пока временно я еще и пешку съедаю bc конь бьет c5 слон е7 конь е4 d7 знаешь почему я так сыграл d7 потому что водя висит и самое главное непонятно куда водю убирать как куда вниз куда-нибудь а куда ее вниз убирать а кстати на f1 у тебя слон там часы я понял фон держится на b5 а куда ее дать там и слон и конь я уже понял что здесь опасные у меня позиция водя на а1 мат грозит и мат ну там конь f1 король h2 там не мат то есть посмотрите как симпатично пришло не мат не не мат вот после d7 например если играть то водя 1 здесь конь f2 есть ход это и фагин да ну и здесь ферзь выручает на как она сыграла на д7 хотя я не знаю здесь может быть после слон бьет д7 а как играть здесь как как у уйти из подсвязки такую тебя водя висит а вот футы ганеда через водяев 4 хотел играть точно я вспомнил водяев 4 я здесь хотел я считал вот этот вариант водяев 4 конь d2 сомби 5 сейчас где-то по да и c4 ну вот как-то так но конечно позиция опасная но слон b4 хочу сыграть и коня выгнать но пешечки зато но две пешки у меня лишние пешечки зато да то есть непонятно что делать теперь коня вы хотя там ну да принципе довольно не ну здесь вот симпатично получается например какой-нибудь там водя b1 промежуток слона на b4 не пустили ну как-то сон и в 6 хочу сам воде h4 мат поставить и слон на c3 идет в общем сложная здесь позиция на самом деле возникла после конь е4 здесь я надолго задумался я понял что у меня здесь какой-то жбан стоит то есть водя 1 то я зеваю у меня же водя на f1 не возвращается и конь на е4 задержал поле f2 держит поэтому d7 единственный ход наверное практически слон бьет d7 водя f1 вот отвлек слона и поставил водю на поле f1 теперь водя на поле а1 не идет две пешки лишних сохранилась слон b5 водя е1 водя d4 конь f3 брать нельзя на d5 конь висит водя a4 король h2 ну все здесь отстабилизировался две лишних пешки осталось и пешка d очень опасно до конь c3 d6 конь е4 конь е5 ну и вот уже d7 защиты нет никакой то есть был сыгран f6 какой-то непонятный ход на к напала на коня но я d7 сыграл она не могла ладья а7 а там конь висит да там конь же висит тут везде конь висит блин непонятно что делать тогда но на d7 слон бьет d7 конь бьет d7 ну здесь уже все понятно король f7 конь бьет b6 еще напал на водю еще и конь зависает заводя a6 водя бьет е4 ну и здесь я просто уже водя b4 еще сделал ход но все тут не о чем говорит да ну и здесь соответственно еще и на f6 съел уже просто даже издевательски остался с тремя лишними пешками но она еще играла то есть мы здесь уже как говорится без комментариев пешка просто пошла и согласитесь не выигрываются здесь здесь слишком много пешек то есть же 4 ну все и здесь она уже сдалась цукс ванг пешечники все безнадежные ну и соответственно вот такая вот получилась партия но здесь вот конечно d7 единственный ход наверное который я поднял здесь я надолго задумался вообще испугался я ход конь е4 просто не предусмотрел то есть поле в 2 то вот это и ладья висит да очень неприятно то есть вот если бы d7 не не сыграл бы я не знаю вообще чего бы было здесь то по крайней мере еще жить можно конь f1 и ферзь висит поэтому вынужден брать и здесь я успеваю просто-напросто напасть дадим вы что здесь я успеваю напасть на коня и самое главное что на конь d2 например просто успеваю слон b4 сыграть ну здесь все хорошо хотя конечно вот здесь она могла смотри как сыграть взял 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 и попробую это выиграть это разноцвет правда с двумя лишними две пешки пешка аж опасную пешка датья 2 проходные видишь да это это тяжело очень держать но это может быть лучший шанс бы вообще был за черных датья 2 но датья 2 датья 2 датья 2 Субтитры создавал DimaTorzok